11 часов и почти 6 минут в Петербурге у микрофона Лев Гольштейн, за звукорежиссерским пультом Сергей Бабайкин и у нас в студии Марина Шишкина, секретарь правления Союза журналистов, депутат Законодательного собрания Петербурга 5-го созыва, профессор. Добрый день, Марина. Здравствуйте. Ну, естественно, первая тема нашего разговора – это Исаакиевский собор. Точнее, протесты, которые состоялись против передачи в пользование Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Как Вы лично оцениваете эту встречу на Марсовом поле? Ну, я, во-первых, была там в субботу, и могу сказать, что за последние годы это была одна из самых крупных таких массовых акций. Я, честно говоря, не ожидала такого количества народу. Вот, говорят, было 2 тысячи. 2 тысячи стояло стабильно, плюс еще шел непрерывный поток людей через Марсово поле, поэтому просчитать количество пришедших туда было невозможно. Ну, то есть люди как бы приходили, потом уходили. Или уходили, общались. Потому что сама встреча, она была такая очень неожиданная. Поскольку митинг официальный был запрещен, то организаторы придумали встречу с депутатами законодательного собрания, которые стояли на вот такой доморощенной какой-то приставочке без микрофона, поскольку запрещены были звукоусиливающие средства. Поэтому с рациональной точки зрения там услышать было практически ничего невозможно. И тот факт, что люди пришли просто пообщаться, поговорить, там увидеть каких-то знакомых людей, вот такой конгломерат, комьюнити такое организовалось, без всякого прагматичного смысла, потому что, еще раз говорю, услышать было невозможно, меня это, конечно, удивило. Вот несколько таких выводов, мне кажется, которые стоило бы сделать и властям нашим, да и вообще, наверное, все-таки российским журналистам, которые про государственных изданий, которые описывают эту встречу. Знаете, каким образом? Вот было два митинга и было две тысячи человек, не разделяя, что в соседнем, у нодовцев, там, я не знаю, 20 человек, 30 присутствовало, а вся основная масса пришла за другим. Они вот такого следующего характера. В самом деле... Нодовцы, перебью, это те, которые агитировались за передачу, да? Это как бы та группа, которая выражала другую точку зрения, но поскольку их было очень мало, да и все это было немножко как-то вот, мне показалось, искусственно, вот, то вот эта разница между вот этим естественным, большим естественным петербургским порывом и вот этой искусственной, немножечко такой декоративной, театральной, ряженой истории, она, конечно, чувствовалась. Вот, представляете, сколько было в городе за последнее время проблем экономического характера, очень серьезных. Ну, например, вводился этот налог на капремонт драконовский, повышались тарифы, еще что-то. Ни одна из этих экономических акций или проблем не приводила к такому митингу. То есть, людям оказалось важнее выразить свое мнение в отношении проблемы, которые, казалось бы, их никак экономически впрямую не затронет. Ну, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Там потом, когда-то, там, миллиарды на содержание храма. Это говорит об исключительном петербургском феномене или феномене петербургской исключительности. И я для себя сделала вывод, что, например, есть тема, которая объединит людей вне зависимости от пола, возраста, социального статуса, профессии, вероисповедания и чего угодно. Эта тема называется Петербург. И вот для меня суббота была, будем говорить, таким днем, когда я подтвердила себе этот внутренний эмоциональный тезис. И он очень важный для меня как гражданина. И я понимаю, что если будет затронута такая струна, она была затронута такая. То есть коснется уже вопрос не конкретных экономических, предположим, там, важных, меркантильных, корыстных вещей. Или вещи, касаемых одного конкретного страта одной группы. А вот такой принципиальной вещи, как ты петербуржец или нет, реакция будет такой, как была в субботу. Я думаю, что ее не ожидали, не власти. Ее даже не ожидали те, кто пришел туда. Потому что я разговаривала с людьми, очень много знакомых. Слой-то очень тонкий. И все были в удивлении, в таком хорошем, что так много народу. Вот, так много народа. Люди вышли, вы знаете, как... Почему это были люди разных взглядов, может быть, которые по другим вопросам, да? Вообще политикой не пахло. Вот, что очень важно, и то, что сейчас пытаются немножечко так представить, как все-таки, я не знаю, там, борьбу либералов и консерваторов, я не знаю, там, ватников и тех, прошу прощения за слово, и не ватников. Это, на самом деле, неправда. Это старая риторика, и это риторика, которая, она была опровергнута в субботу. Это не так. Вышли петербуржцы. Были коммунисты, были радикальные коммунисты, были новые коммунисты. Были представлены, там, несколько партий законодательного собрания «Яблоко справедливая Россия», вот, партия «Роста». Вообще о политике не шла речь. То есть, мы видели, что есть фигуры, вот, да, есть депутаты, которые выступили субъектом организации, а есть просто горожане. Многих из них, мы знаем, это все профессиональные деятельности, были люди, которых, я не знаю, они приходили с семьями, с детьми. Это мне напомнило конец 80-х защиту Англитера, фактически. Еще раз говорю, это феномен петербуржской исключительности, который в какой-то момент может превратиться в очень сильный такой общественный стержень, либо в такой общественный порыв очень важный. Я не очень понимаю, почему это не учитывается. Вот, все, что сделано, это перевести разговор за церковь, против церкви. Это примитивные совершенно вещи. Меня немножко, знаете, Лев, смущает вот такая недальновидность палить государственных чиновников. То есть, неумение реально анализировать ситуацию. Вот я сейчас вам приведу такой пример. Например, в 14-м году, когда, прошлого века, 1914, когда Россия была абсолютно самодержавная, практически православная. Там от буржуазности было еще очень немного, где церковь была элементом государства, в венере 14-го года состоялось собрание Совета Министров Российской Империи, где с докладом выступил опер-прокурор Святейшего Синода, был такой Владимир Карлович Саблер. И доклад назывался так, о состоянии православия в России того периода. Знаете, какой был вывод сделан? Нет, не знаю. Связь между священниками и прихожанами почти не ощущается. И это внушает опасения за судьбы православия в России. Население перестает отождествлять священников и веру в Бога. Причина – зависимость церкви от власти. То православное, абсолютно монархическое государство или те чиновники не побоялись, будем говорить, сделать такой диагноз обществу. А мы сейчас чего боимся? О чем это говорит? Это говорит, конечно, о недальновидности или о поведении вот такого, ну, я не знаю, ребенок. Знаете, бывает в семье такое, вот я сделаю, я буду это делать, вот все равно я это сделаю. В каких случаях ребенок поступает так? Когда это безнаказано и когда он избалован. Вот и делайте вывод. Да. Ну, вот здесь приходят сообщения на смс-портал плюс семь девятьсот двадцать один, девятьсот семьдесят двадцать два сорок. Пишет А.М.ЗА. Получается, господин Полтавченко, Макаров, обратно господин. И два-три десятка неких нодовцев, требующих заодно и неограниченных полномочий для Путина. Восклицательный знак поставлен. Все, список как будто исчерпан. Решение, тем не менее, принято. Решение еще не принято. Ну, вот видите, опять-таки такие хитрые штуки. Будем говорить, такой классический механизм принятия решений в современной России. Оно вроде бы и принято. При этом Кремль и Москва никаким образом не подтверждают свое участие в принятии этого решения, оставляя, как мне кажется, возможность повернуть его назад и собрать дивиденды с противоположного решения. То есть мы опять догадываемся, мы вот опять все думаем. Ну, такая вот немножко византийская история. Что, наверное, петербуржца в данном случае возмутило более всего. Поверьте, если бы дискуссия о передаче собора имела открытый, публичный, долгий характер, это не может быть быстро. Может быть, поверьте, сторонников того, что Исааки лучше, был целесообразнее, или вот так надо быть отчасти под крылом РПЦ, это количество таких участников и увеличилось бы. Мне трудно сказать. Ну, там же слова проходят. Да, да, например, я условно говорю, вот Лев, еще раз говорю. Но ведь этого не было сделано. Было сделано так. Людям, петербуржцам, гражданам, россиянам просто сказали, мы приняли за вас решение. Да даже не только это сподвигло вот к этой субботе, как я говорю. В самом деле, некоторые такие сопутствующие факторы, они тоже привели к подобного роду реакции. Ну, например, выступление Толстого, Петра Толстого. Не просто публициста, журналиста, гражданина, кого угодно. Их много в вашем эфире, левых и правых, и разных. Это был государственный чиновник, который сказал, что, вы знаете, поддерживает передачу Исааки, это вот потомки вот тех вот, вышедших из-за черты оседлости, и вот так называемая фейсбучная общественность. Вы знаете, Лев, я сделала вывод, так тогда получается, и я еврейка. И таких было очень много. Если у нас сейчас это слово имеет не этническую, а такую социальную коннотацию, или принадлежность к какой-то социальной группе, так получается, мы там вот по этому признаку, но это же бред. И второе, что, конечно, о чем странно не думают люди, и то, что подогревает вот эту ситуацию. Диванная фейсбучная общественность, да, вот как были названы граждане страны. А вот это фейсбук, ведь это такая особая форма публичной активности, она возникает тогда, когда нет иных способов диалога. Кстати, в советское время на кухне сидели, разговаривали. Я не знаю, там в 19 веке, там, предположим, петрашевцы собирались по пятницам и обсуждали состояние монархии Николая Павловича. В этом есть что-то плохое, это факт, это нужно признать. И вот получилось, что эта фейсбучная общественность встала с диванов. Так вы задумайтесь об этом. Это граждане страны. И человека что больше всего оскорбляет? Его больше всего оскорбляет пренебрежение к его мнению, унижение его человеческого, национального, возрастного, какого угодно достоинства. Еще раз говорю, и это и есть слагаемое того самого феномена петербургской исключительности. Когда люди перестают думать о нас, в Петербурге этого нет. Это глубоко толерантный, в хорошем понимании, исторический город. Он единственное не терпит, он не требует унижения и бескультуре. Вот вам пример. Да. С вашей точки зрения, протест на Марсовом даст какой-то результат? А он уже не может не дать. Уже то, что произошло в субботу, достойно того, чтобы, так сказать, быть очень сильно изучено в истории современной политической России. Вопрос следующий. Чем это закончится? Вырастет ли это в политический какой-то протест? Потому что люди пришли, честно говоря, с мирными, неполитическими целями. И лозунги политического характера о судьбе, предположим, губернаторского кресла уже начали звучать в середине митинга. Потому что, ну, наверное, это всегда следует из, так сказать, понимания того, что политика – это концентрированная экономика, никуда не деться здесь. Здесь будет зависеть от чего. Будет ли диалог с руководителями вот так называемого нового штаба по спасению музея Исаакиевский собор или центр, как назвали коллеги. Я не могу быть не строга здесь. Отреагирует каким-то образом власть. Достаточно ли будет, предположим, только извинений Петра Толстого, либо кто-то из чиновников или политиков такого уровня опять подбросит дровишек в костер и вызовет, так сказать, к диалогу вот эту часть. Здесь будет зависеть от многих факторов. Знаете, я сейчас что думаю? Если я права, то мы в ближайшее время должны ждать ответной реакции. То есть на днях где-нибудь мы получим интерес к проведению другого антимитинга. Но должно так быть, по логике действия современных властей, должно так быть, что вдруг через неделю-через два появится митинг защитников этой идеи. По крайней мере, до последнего времени власть действовала только такими методами. Вот боюсь, что если это будет так, это не сработает точно, поскольку никогда еще эти организованные митинги не строились по другому принципу, чем по три человека от бюджетной организации. Да. Приходят еще сообщения. Олег пишет. Почему народ не видит автора решения? Вопросительный знак. Ведь это Путин придумал. Ну, с точки зрения Олега. Олег, ну, вы знаете, мы все обречены сейчас на жить в одной ситуации, догадываться о том, кто же сидит, что называется, в дупле. Давно уже четкой и ясной информации о том, кто автор того или иного проекта, мы не видим. То есть он не имеет, как бы этот проект автора, и мы догадываемся. Кто как посмотрел, кто что сказал, видимо. То есть мы пользуемся слухами. И это есть особенность нынешнего политического механизма, который стал уже просто традицией. Ну, вы так считаете. Может быть, кто-то еще другой считает. Нам, по большому счету, все равно. Все шишки пойдут в адрес того субъекта, кто озвучил это решение. Вот в данном случае, наверное, если это был Георгий Сергеевич Полтавченко, то он и получает в ответ вот подобного рода политические предложения покинуть свое кресло, к сожалению. Понятно. Ну, вот здесь Геннадий, значит, ветеран велико отечественного, напоминает, что вот рядом со Смольным предлагает нам представить, уже стояла бы вот эта вот башня. А это вот опять результат того, стоит ли этого делать или нет. Это вот борьба за вот эту петербургскую исключительность. Еще раз говорю, только Петербург объединит всех. Я считаю, что вот напрасно так было сделано. Напрасно вообще эту тему подняли. Напрасно ее таким унизительным образом для петербуржцев и россиян предложили нам. И вот как отсюда выходить, ну, вот не знаю. Я увидела в субботу спокойную, интеллигентную стойкость этих людей. То есть, на самом деле, все было очень интеллигентно, что тоже говорит о глубокой опасности в хорошем понимании этого процесса. Когда люди приходят не просто с лазами, там покричали, ушли, разогрелись. Это был интеллигентный, трезвый, очень взвешенный и очень культурный народ. Так, ну, вот здесь еще продолжают идти. А.Н. пишет. Посмотрел бы я на РПЦ, если бы им предложили рыночную помесячную арендную плату. Ну, вот видите, может быть, это как раз тот случай, когда народ перестает верить в институт церкви, потому что понимает, что их действия не всегда коррелируются с понятиями веры. Вот это очень важно. И еще раз говорю, в состоянии ли будет государственная машина сейчас сделать выводы, или люди, которые управляют городом и государством, сделать выводы, исследовать эту историю? И долго ли будет действовать метод давления? Ведь понимаете, что еще происходит? Вот эти выборы, которые прошли в 2016 году, были еще ряды тех событий, когда все сошло с рук. И вот после этих выборов, после этой тотальной зачистки очень скромной системной оппозиции и в региональном парламенте у нас, и по стране в целом, тот, кто это делал, решили, что сойдет все, вот все съедят. И это тоже очень опасно. Это тоже до поры до времени. Возможно, цепь вот таких побед сомнительных, которые прошла последнее время, вот, которую завершили эти выборы сентябрьские, она расслабляет настолько сознание и мозг людей, принимающих решения, что вот Исааки, так вот, кемская волость? Да забирайте. Вот чем дело. Поэтому здесь, думаю, что потеря бдительности такой у людей, сейчас это ни в коем случае не апатия. Это какая-то такая готовность к объединению, такая готовность к точке бифуркации. Это очень серьезный, очень серьезный социальный момент сейчас в обществе. Не думать о нем нельзя. Но это я опять, вот, понимаете, я кому-то говорю, вы думаете о своем здоровье, вы думаете, чтобы вот, не дай бог, не случилось каких-то критичных вещей. Вот сейчас вообще проводить исторический параллель достаточно такая вещь неблагодарная. И говорят, что в истории это не нужна. Кто-то там думает, вот не 16-й ли год, не и так далее. Вот есть мнение, что нынешний период напоминает период Николая Первого, Николая Павловича. Много каких-то таких вещей. Вот тогда же возникла вся эта Уваровщина. Знаете, граф Уваров, министр образования Российской империи, одновременно президент Академии наук, он же долго думал и мыслил о той формуле, которая обеспечит полное благоденствие российского народа. Он считал, что только православие, самодержавие, народность обеспечивают ему полный комфорт. И вот сейчас, и 40 лет, 40 лет фактически, россиянам, крестьянам внушалось, что вы лучше. Там итальянщина из театров искоренялась, я не знаю, кукольника ставили и тому подобное. Потом, правда, с печали Николай Первый смотрел на деревянный российский флот, тогда, когда англичане со своими стальными кораблями бороздили океаны. И мы безнадежно отстали от Европы. Вот эта своя такая исключительность, такая пасхонность и домотканность, когда мы такие, она, конечно, признак того, что мы отстанем. Или, вернее, она везет к тому, что в борьбе за свою исключительность мы, конечно, потеряем очень многое. Поэтому печально, конечно, это все печально. Вот, ничего я не могу тут другого сказать. И мне кажется, люди, даже работающие сейчас в государственных органах, и обреченные на то, чтобы не вести страницы свои там ВКонтакте, Фейсбуке, подписывавшие кучу договоров, не дающих им права выступать в средствах массовой информации, дома-то на кухне или в душе своей, понимают, что это не совсем правильно. Ну и вот еще одно сообщение Мила пишет. Марина, когда отменят СИТО на выборы губернатора? Ох, Мила, как вы не одиноки в этих своих желаниях. Ведь СИТО придумано тоже для того же самого, чтобы, не дай бог, в конкурентную борьбу или в соревновательность на губернаторские места не попали люди случайные. Как сделать так, чтобы человеку, на которого пал выбор сверху, было обеспечено полное, спокойное прохождение во власть, и потом то, что прошло, было названо выборами. Если бы СИТО отменили за то, что мы выступали, и у нас были свои кандидаты на выборах и губернатора, и, соответственно, и выше, если оно будет, конечно, отменено, то это поменяет совершенно ситуацию и приведет, прежде всего, к очень важному явлению, которого сейчас в стране практически нет, это к политической конкуренции. Мне она спрашивает, как здорово петербуржцы не клюют на халяву, бесплатный вход, нашли власти дураков. Но это даже не вопрос, это реплика. Ну, вот это то, чего не выбить из петербуржцев. То, что объединит, еще раз говорю, вокруг вот этого стержня, вот этого шеста объединятся все. И чем больше будут давить и говорить, нет, так будут, тем больше народа будет подтягиваться на любое общественное пространство, где будут собираться те, кто возражает, чтобы с ними так общались. Люда пишет, но тут как-то она смешала все в одно. Бездомность в Санкт-Петербурге, в скобках, 60 тысяч живых людей, тире ответственность губернатора. Как и попытка лишения города Исаакия в его привычном, в скобках, разумном и оправданном виде. Люда считает. Ну, возможно, Люда думает о том, что механизмы отношения к людям, или, так будем говорить, практика отношения к людям, она очень здесь идентична. То есть, вместо того, чтобы думать и искать какие-то средства, ну, предположено, расселение тех же самых коммунальных квартир, на создание лучших условий для получения, там, есть, ипотечных кредитов для молодых семей и так далее. Мы решаем вот эти глобальные задачи. Вот, смотрите, еще раз говорю, сколько важных экономических тем, ну, например, метро, мне кажется, это тема, которая должна там, вот, юг города, Красносельский район просто возбуждать до невозможности, чтобы попробовать проехать все концы. Или, например, не строительство или замораживание каких-то важных строек в моем Приморском районе. Или не решение экологических проблем, вот эти новоселки безумные, которые как стояли, так стоят, не вывели на улицу столько народа. И, поверьте, не выведут. А вот Исаакий, вот, он это сделал. Напомню, у нас в студии Марина Шишкина, секретарь правления Союза журналистов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Пятого САЗЭВа, профессор. Ну, вот, у нас еще есть немножко времени, я так понимаю. Или все, да? С вами Лев Гольчтейн. Уходим на Москву. 11 часов, уже почти 35 минут в Петербурге. У микрофона по-прежнему Лев Гольчтейн, Сергей Бабайкин. За звукорежиссерским пультом у нас в студии. Марина Шишкина, секретарь правления Союза журналистов, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Пятого САЗЭВа, профессор. Марина, вот вопрос Павел задает в продолжение темы Исаакиевского собора и встречи на Марсовом поле, которая состоялась накануне. Будьте добры, насколько высока вероятность проведения референдума? Я не верю в то, что разрешение на референдум будет получено по следующим причинам. Во-первых, никогда еще за всю последнюю современную историю российского государства не шли на поводу уменьшинства, то есть не подтверждали, что кто-то, кто выражает иную, вне общепринятой точки зрения, правы, то есть это создание определенного прецедента, на это не пойдет, если я права в ощущении того, как действует власть. И второе, референдум просто опасен, потому что он покажет возможно, или будет возможность, вероятность того, что он покажет иные настроения, которые сейчас нежелательно. То есть большинство будет возражать против передачи собора в таком виде, а здесь уже против воли большинства, тем более полученного в результате определенного законного акта, не попрешь. И это вообще вот в тренде того, чтобы забыть и не думать о неких социальных условиях происходящего. Вот мы сейчас говорили о Петре Толстом, который считает, что вот храмы громили и революцию сделали, условно говоря, группа выходцев из черты оседлости. Он ведь в чем-то прав. Вся партия большевиков в 1917 году составила 350 тысяч человек, а население в России было 170 миллионов. И представьте себе, что если бы не было определенного рода социальных условий для этого, предпосылок, ожиданий неких преобразований, 350 тысяч человек могли бы что-то сделать. Нет, конечно. Это сознательное умалчивание роли социального факта, роли общественных настроений. Поэтому я не верю в то, что референдум будет, но то, что люди последовательно выступают, мои коллеги Борис Вишневский, Максим Резник, там еще группа депутатов. Кстати, депутатов было много. Была Надежда Тихонова, была Оксана Дмитриева, Алексей Ковалев, который активный участник подобного рода действия, Сергей Трахманенко. То есть депутата была, экс-депутата Ира Камолова была. Было очень много достойных людей в субботу. Они продолжают это дело с инициативой, с проведением референдума. Молодцы, мужественные люди. Но я пессимистично смотрю на эту ситуацию в данных условиях. Ну, еще пару вопросов продолжают идти. Вот видите, какая тема все-таки живая, согласитесь. Юрий пишет. Не согласен с мнением госпожи Шишкиной. Исаакий был поводом выразить свое отношение к власти. Так почему же вы не согласны? Мое мнение точно такое же. Я очень поняла, с чем вы не согласны. Но вы сказали, что политики там не было. Нет, нет, нет. Давайте все-таки оговоримся. Люди пришли, конечно, туда прежде всего выразить свое отношение к конкретному факту. Но если бы этим только ограничивалось желание встретиться людей на этом мероприятии, наверное, не было бы такого количества народа, не было бы этой атмосферы, не было бы этого пафоса. То есть были уже условия для того, чтобы родились политические лозунги. Вот в чем дело. Это те социальные предпосылки, о которых я сейчас только что и сказала. То есть их не учитывать нельзя, они есть. Эта встреча была не группа людей по конкретному интересу общественному, Исаакию. А, конечно же, это условия были для более широкого диалога. Поэтому здесь мы друг другу не противоречим. Дамы и господа, подписывайте ваши сообщения. Но поскольку не так много сообщений противников в точке зрения, я все-таки это зачитаю, хоть оно и без подписи. Вы делаете из муха слоны. Две тысячи человек – это ничто. Ничто, большими буквами написано, для шестимиллионного города. Ну, что я могу сказать? Мнение даже отдельного человека, небольшой группы людей, пяти, десяти, для меня является принципиально важным. Если кто-то думает иначе, значит, это достойно уважения. Но представить себе, чтобы в субботу, в слякоть, в морозы, в гололед, в туман была такая мирная, но очень сильная эмоциональная акция, я думаю, что это повод для того, чтобы задуматься, что здесь есть серьезная, глубокая проблема. Ну и последний вопрос на эту тему, Галина. Безобразно митинг освещался СМИ, в том числе питерскими. Как вы думаете, почему? Потому, Галина, он освещался, потому что его нельзя осветить по правде. То есть здесь не может быть сказана правда. В данном случае надо признать, что есть большая группа интеллигентных, образованных, умных, вменяемых людей, которая пришла выразить вот такую точку зрения. Не учитывать мнение, вот как говорил предыдущий нам человек из мессенджера, нельзя. Поэтому освещались они таким образом. Вот по-журналистски это было интересно. Ну там некое информационное агентство, крупнейшее не буду называть, как пишет так. В Петербурге состоялся, на массовом поле состоялся митинг в защиту передачи Исааки. И против, условно говоря, присутствовало 2000 человек. Еще грамотно не придерешься. Вот вы знаете, журналистки сделаны великолепно. Поэтому поди разберись. Потому что если показать реальную картинку, то немножко что-то подвигнется у людей в его сознании. А поскольку средства массовой информации давно обречены на то, чтобы реальные картинки не показывать. И они действительно зависимы, очень сильно зависимы экономически, профессионально, политически от людей, принимавших данное решение по передаче Исааки. Конечно, они освещать это не будут. Было много журналистов, было много еще моих коллег. Кто-то был с синенькими ленточками, которые выдавали принадлежность к группе противников передачи Исааки. Кто-то был просто без ленточек, говорил, что, знаете, я пришел сюда снять, сфотографировать, поэтому не могу идентифицировать свое или выразить свои отношения. Но я мысленно здесь. Но я сочувствую журналистам. Они зависимые люди. Поэтому есть профессиональная работа, которую они вынуждены выполнять очень усеченно и, я бы сказала, неправдиво. А есть гражданская позиция, которая все равно у них сохранилась. Перейдем к другим темам. Ненадолго перенесемся в Соединенные Штаты Америки. Дональд Трамп вступил в должность. Состоялся телефонный разговор с Владимиром Путиным. Сбудутся ли надежды Кремля на улучшение отношений с Америкой? Можно ли об этом судить из самого факта телефонного разговора и из тех комментариев Москвы и Вашингтона на эту тему? Я, наверное, Лев, вас сейчас огорчу. Мой ответ вам не понравится. Меня практически не интересует эта ситуация. Во-первых, я от нее устала. Я как гражданин, как потребитель информации устала от того, что, включая новостные каналы или передачи, я 40 минут слышу рассказ придуманный, либо там правдивый о своем дальнем соседе, об Америке. Потом еще столько же слушаю о Европе, не в очень каких-то, предположим, положительных тонах. А дальше минут на пять мне рассказывают немножечко о том, что происходит в моей дорогой стране. Я категорически устала от этого и считаю это деформацией информационного поля и фактически нарушением прав граждан по доступу к информации. То есть прежде всего меня волнует моя страна, мои соседи, мои сограждане, мои дети и так далее. Уверяю вас, ни в какой Америке, ни в Европе не увидите подобные картинки. Возможно, есть новости о России, но они идут не первой строкой и не представляют собой такой важности. Мы последнее время, ну просто все утрампованные, я бы сказала, куда ни плюнь, мы думаем, что же произойдет. Очень плохо, что от субъективного фактора, от того, как посмотрит, как скажет президент той или иной страны, зависит баланс системы. Я абсолютно уверена, что, может быть, мнение Трампа, в хорошем понимании, что-то, так сказать, что-то каким-то образом повлияет на ситуацию, но там система достаточно сильная. Поэтому меня этот вопрос практически не волнует, тем более я не слышала и не видела расшифровки телефонного разговора. Поэтому говорить об этом рано. Хорошо, вернемся тогда опять в наш любимый Санкт-Петербург. Губернатор Павел Тарченко предложил на должность социального вице-губернатора Петербурга Анну Митянину. Она сейчас является председателем юридического комитета администрации. Ну вот, Дировой Петербург как раз предполагал, что именно ее представят на утверждение в законодательное собрание. Она уже начинает встречаться с фракциями законодательного собрания. А первое февраля, собственно, уже состоится пленарное заседание. Что можно сказать за оставшиеся три минуты? Во-первых, в строках я с чувством глубокого уважения и симпатии относилась к Олегу Александровичу Казанской. Которая раньше была. Считаю, что это прекрасный профессионал, который, будучи банкиром, освоил сферу и оставил о себе или оставит самые лучшие воспоминания и у депутатов, и в профессиональной среде. Анна Владимировна, тяжеловес Смольного, отличный юрист, я могу сказать. Юрист даже не городского уровня, регионального уровня. Человек с таким очень сильным бэкграундом. Я не знаю, порадоваться за нее или посочувствовать ей, поскольку ей достанется кусок, который в ближайшее время станет очень тяжелым. Это социальная сфера. Выполнить майские указы президента по зарплате врачам и учителям при отсутствии денег, соблюсти какие-то гарантии прав на медицинское обслуживание, на получение социальных льгот практически невозможно. Поэтому какие причины были назначения, мне трудно сказать. Ольга Александровна озвучивает в публичной сфере уход по личному желанию. Я склонна уважать ее мнение, но здесь, конечно, могу только пожелать Анне Владимировне какого-то большого терпения, мужества, чтобы, возможно, получить все эти тяготы вот этой очень непростой сферы. Но у нас остается 20 секунд буквально декриминализация побоев, отмена уголовного наказания за домашние побои. 20 секунд. Ой, вы знаете, бьет, значит, любит. Я против этого. Поэтому считаю, что страшнее домашнего вот этого истязания ничего нет. И я за то, чтобы был принят закон о домашнем насилии. Знаете, это опять вот Уваровщина. Принимают депутаты такой закон, говоря о каких-то традиционных ценностях. А вот понимают ли, как он будет, возможно его применение, поэтому нет. Я печалюсь, что этот закон был принят. Спасибо большое, Марина Шишкина, секретарь правления Совета журналистов. Вы была в эфире, профессор была в эфире «Эхо Москвы в Петербурге». Удачного дня. Вы слушали программу «Особое мнение». Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.